Глава первая Вовсе не этим свинель, сын Альмунда, хотел бы заниматься в свою брачную ночь. В двадцать лет он раздобыл такую невесту, и красивую собой, и высокородную, какой иному и в пятьдесят не дождаться. Но удача вышла по заслугам. Витислава, младшая дочь велеградского князя Дроговита, досталась ему как честная военная добыча. Когда ободриты уже разбежались, ему пришлось прямо там, близ священной дубовой рощи, где местные отмечали середину лета, схватиться с Хольте Рыжим, который тоже было на нее нацелился. Ясно же, что девушка, сидящая на белом коне, в большущем цветочном венке и есть здесь самая лучшая. А потом, когда он со своей добычей был уже на берегу травы, возле кораблей, явился бронегост, что ради давней вражды вильцев с абодритами присоединился к походу. Дескать, он ради нее сюда и шел. Надо было раньше говорить, кто зачем шел, а что с бою взято, то свято. Старший брат Ветиславы, Местислав, запершись в ближнем городке под названием Любица, присылал своих людей и хотел ее выкупить. Но свинельц сам предложил выкуп священного белого коня и пять человек из числа других пленников почти всю его долю за то, чтобы Драговид оставил дочь ему и дал согласие на законный брак. «Я не так глуп, чтобы променять девушку княжеской крови на скот и серебро», — сказал он самому Местиславу, когда тот вызвал его на переговоры перед той священной рощей. Венки, потерянные разбегавшимися женщинами, помятые и растоптанные, валялись по всему берегу. «Она родит мне сыновей, чей знатный род обеспечит им удачу и почет. Такого на торгу не купишь». Каждый в сопровождении своих телохранителей, они сошлись под старым дубом, посвященным Перуну. Местислав был рослый, приятный собой русоволосый мужчина лет двадцати трех. Прямой нос, ясные серые глаза. Одет он был так, как одеваются знатные франки. Светная рубаха до колен, шелковые чулки. Вся повадка его выражала уверенный, сдержанный нрав, но сейчас он не мог скрыть досады перед противником, который нарушил ход празднества, оскорбил богов, пленил сестру и священного белого коня в придачу, а сам даже на несколько лет моложе его. Однако хороший кафтан с шелковой отделкой, серебряный обручий, а главное, очень дорогой меч-корляк на плечевой перевязи, говорили, что похититель — человек непростой. «Кто ты такой, чтобы требовать в жены княжескую дочь?» — с негодованием допрашивал Местислав. «Не помню, чтобы когда-нибудь слышал твое имя. Если ты из тех морских разбойников, что именуют себя конунгами, а сами не имеют даже такого клочка земли, чтобы свою задницу уместить, то к чему тебе знатная жена?» «В этом ты ошибаешься», — без обиды обстоятельно пояснил похититель. По виду он походил скорее на свея. Даны таких кафтанов не носят, чем на славянина, но на славянском языке говорил как на родном, хотя и ясно было, что учился он ему весьма далеко от этих краев. Для абодритов все говорящие на северном языке считались данами, а данов они, к своей печали, знали очень хорошо. Веками те и другие, живя по соседству, совершали взаимные набеги, и порой их вожди даже обменивались невестами в попытках наладить мир. «Род мой не владеет никаким княжьим столом, но среди моих предков были конунгеданов. Слыхал ты о Харальде-боевом зубе?» Уж, конечно, мало в этой части света нашлось бы людей, кто не слышал об этом человеке. Том, кто обладал всеми северными странами и многими другими, прожил 150 лет и в конце концов пал в битве, устроенной им самим, именно ради того, чтобы погибнуть со славой. «У него был сын по имени Хальмунд, известный как Хальмунд Старый», — продолжал Свинельт. Он вовсе не считал эти вопросы лишними. Семья невесты имела право знать, что родство, которое ей навязывают силой, не уронит княжеской чести. У Хальмунда было пятеро сыновей — Анлейф, Харальд, Регенфред, Хемминг и Хродрик, а еще дочь по имени Альвейк. Мужем Альвейк был человек по имени Хафтор Скала. У них родилось трое сыновей — Регенфред, Хродрик и Халькель. Регенфред был дедом моего отца Хальмунда. Мой отец женился в Ладоге. Это на восточном пути, на другом берегу Восточного моря. В древности и Неву, и Ладожское озеро считали продолжением Финского залива. Восточное море — скандинавское название Балтийского моря. Здесь и далее примечание автора. Моя мать происходит из Витонежичей. Это старший тамошний род в Большой Славе. Мы живем в Хольмгарде, главном городе Гардов, откуда начинается путь в сарацинские страны, через земли славян и всяких прочих. Гарды — скандинавское название Северной Руси, в данном случае округе подвластной Хольмгарду, будущей новгородской земли. Мой отец — Хёвдинг у Олова Конунга, и весь наш род у него в чести. Тогда почему ты здесь? Разбойничаешь, как лютый волк, вместо того, чтобы сидеть у себя дома. Не боишься оскорбить богов, нападая на священные рощи в свято дни, когда чествуют Живу и Перуна? Мистислав показал на корону дуба у себя над головой. Как почему? Этому вопросу свинельд удивился. Я что, похож на женщину, чтобы всю жизнь просидеть дома? Всякий мужчина должен повидать мир, чтобы заслужить уважение. Я бывал в Киеве и один раз даже в Саркеле, но там из наших многие бывали. А вот на Северные моря никто не ходил, свеи и готландцы больше сами к нам ездят. Этот поход меня прославит. Отец и Олаф дали мне дружину, чтобы Сиктрюк и наши датские родичи видели, какая удача досталась потомкам Хальмунда Старого в Гардах. Вы сами убедились, что у меня она есть. Вашей чести не уронит, если мы породнимся. Возьми за нее трех рабынь, в отчаянье предложил Мистислав. Я дам самых красивых и ловких. Не считай меня рохлей, которому не с кем спать. Меня не проведешь. Я знаю, чем цена моя добыча, и не променяю на всякую дрянь, какой все торги заполнены. Я сам верну вам пять простых девок из тех, что сейчас у меня, и коня в придачу. А твой отец признает меня зятем. Иначе, сами понимаете, отказ от этого брака ни воли, ни чести твоей сестре не вернет. А она хорошая девушка, и было бы обидно с молоду обречь ее на участь рабыни стоимостью в три марки серебра. Соглашение было нужно им обоим. Случается, что в плен попадают знатные девы и даже дочери конунгов. Но рабыня, захваченная или купленная, она и есть рабыня. И дети ее через всю жизнь пронесут несмываемое позорное пятно. Чтобы такая пленница стала чем-то большим, чем дорогая игрушка и предмет похвальбы хозяина, нужно получить согласие ее семьи. Невесту требуется выкупить даром и словом, как свободную женщину, чтобы взятие ее на ложе означало союз между родами. Только тогда дети будут законными и получат права на все наследие с обеих сторон, как имущественное, так и то, что заключено в их крови. Просто похитив девушку, свинельт обесчестил бы ее род, но себе чести прибавил бы немного. Вся разница была в том, что он к соглашению стремился по доброй воле, а Местислава к этому принуждала безвыходное положение. Уж он выбрал бы сестре мужа получше, чем какой-то неведомый полуславянин, полудан с восточного пути. Заскучала Витка дома, захотела проехаться до Любицы, покрасоваться на белом коне, ведь здесь нет никого ее знатнее. Теперь, похоже, прогулка ей предстоит более долгая. — Я не могу решить это сам, — сказал Местислав, убедившись, что противник твердо знает, чего хочет, и не намерен отступать. — Ее судьба в воле нашего отца. — Ну так пошли к нему, а он пусть потом ищет меня в Хедебю у Сиктрюга. Я еще побуду там какое-то время, но к осенним перам собираюсь быть дома. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...